Насчет истории мистической фантастики. Ну, лет 12-15 назад, это там рубеж веков, начало нулевых, была предпринята попытка ввести новый формат фантастику. Ну, литературная мистика. Назывался этот формат по-разному. Я тогда пытался его назвать «Сакрами фантастикой», более-менее это прижилось. Смысл был тот, что мистикой в тот момент называлась в основном литература Рашляденки, которая лежит вот на платках и на полках магазинов и поисходит в основном, ну, как у мутанта вырубили ребро, или как какую-нибудь немолодую тетеньку расчленили, искормили кому-то. Вот это называлась мистика. Ну, вот была попытка ввести в фантастику небольшой хотя бы, но устойчивый формат литературной мистики под любым названием. Хоть «Сакрами фантастика», хоть как. Ну, в смысле сборников, которые как-то поддерживали это направление, этот формат, были, прежде всего, новые легенды, которые издавал Трофимова. Который издавал издательство «Азбука» составляла Ольга Ивановна Трофимова. Издательство «Азбука» составляла Ольга Ивановна Трофимова. Значит, была «Сакральная фантастика», которую издавал, он понятно, выпустили семь книжек. Значит, и Вася Мирник, издавая книжку «Перпендикулярный мир», правда, действительно провалившись в прокате, но наполнен умными людьми. Также, допустим, там примерно 50% текстов литературной мистики. Значит, кто из, ну, сколько-нибудь заметных людей поучаствовал в формате, так или иначе, вкладываясь в его утверждение, ну, или просто писали вот в этом ключе. Это, в первую очередь, Каждаль Трускиновская. Это, в какой-то степени, Лена Хаецкая. Это Оля Алисеева, понятно. Это Наташа Яртинина. Ну, это я сам. Это Кирилл Бенедиктов. Не думайте, что там и не девочки. Кирилл Бенедиктов. Это некоторые повести Мазовой. Ей янтарное имя, кажется, да, в частности? Было. Значит, кое-что можно найти у Галины, у Зорича. И очень много всего было у Игоря Алимова. Значит, одну книгу на материале исламской эзотерики сделал Бергем Аратали. Не мародер, нет там. А книга повествует о том, как некий искатель эзотерических знаний внутри ислама путешествовал по разным людям знаниям, по колдунам в провинции, пытался получить от них какие-то сведения. Вот. Даже что-то начал видеть, а потом расчаровался полностью о том все. Значит, ну и последняя вещь крупная, заметная, которая вышла в этом формате, в общем-то. Литературная мистика, тоже поставленная на исламскую основу, это Кубыр Измайлова. Двухтонник. Ну, роман двух частях. Да, роман двух частях, наверное, да. Значит, Кубыр Измайлова. Значит, когда этот формат ставился, для нас было важно определить, чем, собственно, все это отличается от фэнтези, скажем. Для ангельсаксов ничем. То есть, в классификации фантастики вот есть фэнтези, есть НФ, есть какие-то переходные формы, но формат литературной мистики в анно-саксонских энциклопедиях, справочниках не признают, как будто они существуют. Значит, для нас было важно отделиться от литературы фэнтези и от литературы эзотерики. Значит, от фэнтези мы примерно так отделились. Собственно, фэнтези, тамошнее фантастическое допущение предполагает, что существует некая разлитая сила, ее можно черпать из артефактов, из земли, из воздуха, можно черпать ее из самого себя, если ты там обучился каким-то ритуалам и прочим фокусам, можно эту самую силу черпать из стихий и так далее. Но в любом случае, эта сила тихого упыли, а в любом случае, эта сила безлична. За ней не стоит никакого персонального начала, ее можно только использовать. Находится ли она там в животном, в артефакте, в земле, в воде, в себе самом, ее можно вызывать, ее можно концентрировать и так далее. В любом случае, она сама по себе, ну я не знаю, как энергофизики. Значит, мистика, в этом смысле, литературная мистика, отличается тем, что предполагает веру в реальное существование каких-то сверхъестественных сил, обладающих свойствами личности. Вот это очень важный момент. Значит, сверхъестественная сила должна обладать свойствами личности. С этой силой, личностью можно общаться. Либо это общение, диалог, то есть, там тебе отвечают, допустим, либо это монолог. Ты общаешься с этой силой, она тебе может, видимым образом, не отвечать. Но ты знаешь, что тебя слышат. Ну, а также еще один важный аспект, который отличает литературную мистику, то, что сила личности может так или иначе воздействовать на мир. Иногда она воздействует интенсивно, иногда она воздействует очень мало. Но она имеет такой возможности, иногда ее пользуются. То есть, она может входить в отношения людей, в события, в какие-то важные процессы и так или иначе воздействовать. Чем отличаются от эзотерики? Эзотерика, скажем так, выделения не для всех доступны, а постижимы только через наставничество части какого-либо учения. Вот, собственно, перед тем, как собравить, какое-то правильное определение, я пообщался с одним из видных восточных московских эзотериков. Пообщался очень странным образом. Ему нужно было писать статью для энциклопедии для детей в том религии мера. И он должен был выжать из себя статью, не прикасаясь к лавиатуре и ручке. То есть, он беседовал с соответственным редактором, ответственный редактор все это формулировал, потом читал ему, я это сказал. Вы не то, что неправильно меня поняли, вы даже не услышали меня. Работа начинается заново, все уничтожается. Ну, в общем, через несколько дней работы получилась статья страницы на 5 на 6. Но, как ни странно, она была чудом внятности. Основная мысль, наверное, абсолютно простая и вместе с тем абсолютно правильная. То то, что эзотерическая практика, она сама по себе никакого учения не представляет. Она представляет метод сохранения передачи информации. Ну, допустим, существует религия, магическая практика, даже, может быть, в некоторых случаях и научное знание, которое может быть получено без особых процедур любым человеком. Экзотерика. Существует знание ограниченное, да? При выполнении чрезвычайно тяжелых, требующих времени, тренировки, там, духовные и телесные процедуры, да? То есть она, ну, является таким-таким узким каналом получения информации, да? Значит, вот это эзотерика. Она приложена к чему угодно, там, есть эзотерика в православии, пожалуйста, там, несколько молитв, которые знают только епископы, и пойди попробуй узнать. Вот, она существует в исламе, она существует, там, в разных философских школах закрытых и так далее. Но, понятно, мы постарались провести границу между эзотерикой и мистикой и проявляли следующим образом. В принципе, мистика может быть эзотерична, а может и нет. Существует огромное количество массовых религиозных учений, в которых главная истина может быть получена очень быстро. Просто путем чтения книги или бесед со священником. Когда ничего нет закрытого, или почти ничего, то есть, учение на 99,9% открытое для всех. Оно не эзотеричное. Ну, я уж не знаю, там, христианство и ислам, не эзотеричное. Да, допустим. Теперь, поехали дальше. Понятно, что когда на основе всего этого делаешь фантастический текст, то легче всего ставить его на историческом материале. Понятно, что на материале современности его читатель просто отвергает. Ему не очень интересно смотреть на какие-то взаимодействия сверхъестественных сил современным человеком на уровне, там, большого города, на уровне мегаполиса. Существует немало текстов про это, но все они нечувствительным образом смешались с тем, что называют городской фантастой. Сейчас нету отличий, которые могли бы в издательской практике, практике продаж книг, практике оформления компьютерных игрушек, различить литературную мистику на материалы современности и фэнтези, и городской фэнтези. Просто нет. Теперь, что касается историко-мистической литературы, к настоящему времени я, к сожалению, должен констатировать то, что усилия наши по конституированию особого формата внутри фантастики потерпели поражение. Какое-то время она в середине нулевых, может даже в второй половине нулевых формат существовала. Вышло определенное количество книжек, о которых можно было сказать. Литературная мистика, сакральная фантастика, небольшое, но ощутимое количество книжек. А потом все это расплылось. То есть, фактически, историко-мистическая фантастика ушла в другие области книгоиздания, которые с фантастикой вообще не связаны. А с чем она связана? Произошла довольно серьезная метаморфоза в области исторического романа. Советский роман не терпел никакой выстики в фэнтези-магии. Ничего этого не было. Первым, допустим, Балашов начал включать какие-то мистические моменты. Там, например, в романе «Семен Гордый» есть общение между князем московским и какой-то там языческой странной силой, которая его улавливает в своей сети. Но, в принципе, это было не принято ни в советское время, ни, наверное, в первой половине середины 90-х годов. А что представляет собой исторический роман сейчас? Ну, конечно, кто выпускает исторический роман? В настоящее время исторический роман под законодательным мод в этой сфере является одно единственное издательство. Это издательство «Лечень». А проверните меня. Скажите, что другие издатели тоже счастливо выпускают исторические романы в изрядном количестве. Вот где-то есть особая серия исторического романа. В изрядном количестве нет. Ну, Астрель немного упускал, да? В общем-то, было дело. Но, в основном, исторический роман, который дает какие-то свежие тексты, не переиздание «Пикули», условно говоря, или там, я уж не знаю, Алексея Константиновича Толстого, а свежий роман, это в основном «Вечи». А внутри «Вечи» сложился определенный консенсус. «Мы не издаем фантастику», сказал себе руководство «Вечи» после того, как попытался издавать фантастику Виталия Пищенко. Это был такой грандиозный провал, фиерическая фиаско. И после этого, что бы ни предлагали в формате фантастики, не проходит ничего. Но появилась возможность вещи, которые в фантастике близки, то есть ту же самую литературную мистику, уводить в соседний формат. И очень большое количество этой литературы ушло в исторический роман. Получилось так, что вот благодаря 10-15 годам обильного издания исторических романов «Вечи», нынешний русский исторический роман не только допускает наличие мистического элемента, он там считается нормой. Хочу возразить, мне кажется, что все-таки не вал очень разного уровня исторических романов от издательства «Вечи», сыграл здесь свою главную роль, а несколько пиковых произведений типа «Сердце Парма» Алексея Иванова, «Вавы», который сейчас вышел. Я буду об этом говорить. Это «Интимизация исторической прозы с мистическим элементом». Доберусь, доберусь, скажу об этом. Да, правильно ты все это заметил, но, понимаете, одна вещь направление не открывает. Открывает именно, что, как правильно было сказано, «ВАУ». А направление – это количество. Причем количество литературы очень разное. И высококачественное, и такое муры, которое просто мало кем читается. До того она страшна. Вот она заполняет серию, она выходит. И читатели, открывая раз за разом исторический роман за историческим романом, видят, что из десяти исторических романов в семи или в восьми мистический элемент есть. Он может быть разный, он не обязательно христианский, встречаются с самыми разными вариантами. Но, так или иначе, он присутствует, он сделался нормой. И поэтому, зачем внутри фантастики нужна ниша историко-мистическая, если эта ниша вполне себе работает счастливо в простом историческом романе. Она из фантастики ушла. Вместе с ней ушла Далия Тваскиновская, Оля Елисеева, Наталья Артенина. Там же поработал Хаецкая какое-то время. Я туда, в общем-то, прилагонился. И получается так, что, в общем, в том, что считал жанр литературы и так далее, произошел переход формата из фантастики в исторический роман. И, кроме того, то, о чем говорил Василий, еще одно важное событие в этом смысле. Просто-напросто не фантастика, а литература основного потока восприняла литературную мистику как нечто ей присущее. В общем, на мой взгляд, это акт здравомыслия. До революции, до какой-то отчаянной теистической борьбы с религией, все, в общем, было в своих местах. У Тургенева ранние рассказы «Мистика». У Пушкина Домикна Васильевского, у Гумилева, я имею в виду огромное количество стихов, имеющих прямой мистический контекст, но, примерно, нет его слова. Есть тексты его путешествий, или его лирических героев путешествий, в основном, по Африке. И там тоже возникает этот самый мистический контекст. Ну, хорошо, а вот если взять попроще, что-нибудь попрежнее. Брюсов, «Огненный ангел», ведь вещь-то позиционировалась в дореволюционной литературе как часть того, что мы называем «Основной поток». Она никак, ну, в принципе, тогда не могла ассоциироваться с чем фантастическим. В общем, эта ления там продолжалась, так или иначе, в советское время у Голдакова, у Орлова, я имею в виду, артист-данилов. Артист-данилов, да. Артист-данилов, аптека, но потом появился уже позднее, шевурикулка и так далее. Вот довольно странные вещи, богатое удивление, да. Ну, она же, по-моему, четвертый из пергамента называлась. Значит, и у Тандрякова в некоторых второстепенных повестях... Мамлеев. Мамлеев, да, может быть, Мамлеев. Вот таким образом, мейнстрим до революции от себя вообще мистику не отсекал никак. В советское время мистика в нем попритихла, а потом постепенно опять начала раскрываться. И понятно, что когда в 90-х даже негласный запрет на мистику исчез, издатели, наоборот, там начали думать, давайте попробуем, конечно же, несколько хороших, сильных писателей, которые в этом смысле, абсолютно вскрыли банку и наполнили современную литературу русского основного потока мистикой. Ну, прежде всего, да, это Алексей Иванов. Значит, у него четвертый ненавешан в сердце пармы и в золоте бунта из мистики. У него там есть и старообрядческая отчетка в золоте бунта. У него есть разнообразные мусульманские полуязыческие ритуалы. Есть там, в частности, как один из князей несчастных, младший брат, пошедший за приключением и за золотой бабой, гинет от различных языческих нападков куща леса, возвращается оттуда полуживой, потеряв всех своих людей. А значит, у него такого добра много. То есть для него, наоборот, неестественно было выводить мистическую сторону христианства. Для него естественно было показать, что мистика такая активная, проявляемая на внешней стороне реальности, это нечто не связанное с христианством. Христианской мистики у него почти нет. Но это у него. И вообще, надо сказать, нет, подалны только у него. Это довольно распространенное явление. В очень большом количестве случаев христианство само в себе, мистик само в себе. Его в мейстриме как-то очень плохо связывали с мистикой. Ну, у Елизарова довольно много всего. Я имею в виду Михаил Елизаров, автор романа «Библиотека». Но я имею в виду не «Библиотека», а другие его вещи. Но у него, собственно, исторических, историко-мистических произведений нет? Конечно. Историко-мистических нет, есть просто. А мистических, да, вообще. Вообще. Значит, я бы назвал только что вышедший роман «Прелепенопиде». Формально, исторический роман середины 20-х годов «Соловьки». Мистический элемент присутствует, прежде всего, в диалоге главного героя с Богом. Там «Прелепенопиде» наоборот. Только абсолютно христианская книга снизу до верфи, от первого до последнего. Все расшифровывается как диалог человека с Богом. Но в некоторых местах расшифровывается открыто. То есть главный герой задает вопрос, может, ему Бог отвечает так или иначе. Например, моление на водах. Когда он на водах, когда он в лодочке со своей возлюбленной Галиной плывет, и они должны погибнуть. Он обращается к Богу. Он говорит, спаси меня и спаси ее. Я обещаю разделить ее судьбу. Я не готов отвечать за ее прошлое, но я готов разделить ее будущее. Ну что происходит? Они спасаются оба. И он, в конце концов, пытается разделить ее судьбу. Когда ее должны расстрелять, он меняется с другим заключенным местами, так, чтобы его выглядели на расстрел вместе с ним. Это называется спойлер. Да ладно. В общем, там гораздо менее заметный, но ощутимый мистический элемент есть. И такой же мистический элемент был в первом его романе «Патология». Но в «Патологиях» исторического элемента нет. Это одна из чеченских войн. Остромов, Быкова. Остромов, Быков, совершенно верно. Не только это. Еще такие знаменитые вещи, которые делал Иезуфович. Я напомню, что в «Князе ветра» вещи там о сыщике Путелине очень отчетно. Ломанизм. Да, восточная мистика вполне себе. Она проглядывает, прочитывается без труда. Но это не все. Иезуфович, один из моих любимых мейнстримщиков, удивительно тонкий интеллектуал, который, если помните сериал «Гибель империи», он писал этот сценарий. И есть серия, в рамках которой происходит, ну скажем так, отлов некоего немецкого агента влияния, который писал мистические книжки. Вот с неба будут падать металлические птицы, которые будут убивать всех вокруг. В конце концов, выясняется, что этот самый мистик является, ну скажем так, наимитом немецкого ствола. Но в конце серии, в конце серии, неожиданно Иезуфович показывает, то, что его наимитство, это всего лишь один маленький аспект ситуации. На самом деле происходит мировая трагедия, имеющая мистический подтекст, что подтекст гнева Божьего. И весь тот ужас, который творится, который еще предстоит, он не имеет отношения к одной только физике, математике, военной технике, он не из карангельес. Вот. Это и в фильме, в общем, неплохо показано. Да, да, да. Когда падают эти вот со стабилизаторами, как раз гвозди с неба. Да, да. Вот. Отлично сняты, кстати. Совершенно верно. И действительно это использовалось в войне. Ну так вот, смысл в том, что я говорю о таком. Историко-мистический формат фантастики, который был мне так дорог, в общем-то, разошелся по двум другим точкам концентрации. Это, во-первых, точка концентрации исторический роман, и люди вот из направления ушли туда, в фантастическую. И, во-вторых, это литература мейнстрима, которая ближе, чем фантастика, приняла эту самую историко-мистическую литературу, да просто мистическую литературу. Она для нее оказалась роднее. Почему? Ну, наверное, несложно это объяснить. Все-таки мистика предполагает вера в действительное существование этих самых сверхъестественных сил, имеющих личностную начинку. Она прежде всего исходит от традиционных религий, от христианства, от ислама, от иудаизма. И в силу этого, конечно, человек, который, будучи верующим, считает о бессых ангелах, даже и не думает, что это нереализм. Для него это полный реализм. Для него там жизнь без бесс-фангов, она нереалистична, а фантазийна. Да, любитель фантастики в основном скорым споен либо чудесами техническими, да, из НФ, либо чудесами фантазийными, о которых нельзя сказать, что они когда-либо могут быть. И поэтому для него мистический реализм это нечто не вполне органичное. А для моих стрелок, пожалуйста. Музыка 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 Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарками.